Всем привет, друзья. В Китае уже довольно давно появилась обновленная версия литий NMC элементов Li Shen, она же MC Nair, в форм-факторе 32700. Ранее у них была емкость 7500 мАч. Кто не видел видео с тестами старой версии, оно набрало уже 130 тысяч просмотров, обязательно посмотрите. Также есть видео с тестами 99 циклов. Ссылку на эти видео я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Теперь появилось две версии на 8000 мАч. Они бывают вот в такой голубой упаковке термоусадки и есть еще версия в зеленой термоусадке. Если вам интересна зеленая версия тоже, то пишите в комментариях, желательно не одним словом, а развернутым предложением из пяти слов и более. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит лайки и делится моими видео в соцсетях. Это очень мотивирует на съемку, а также мотивирует искать и заказывать новые интересные типы аккумуляторов. Кстати, я давно уже хочу протестировать образцы форм-факторе 21700, которые используют Tesla в своих новых электромобилях. Для себя я уже определился с теми моделями, которые меня интересуют в тестах. Также и вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какие модели интересуют вас. Может я упустил из виду что-то интересное. Итак, приступлю к тестам. Для начала взвешу элементы. Прошлая версия на 7500 мАч под отошитом имеет вес 150 грамм. По факту они весили от 152 до 157 грамм. Под отошитом новые элементы имеют тот же вес 150 грамм. Реальный же вес элементов сейчас я выясню. 152.9, 153.1, 152, 152.3, 152.9, 154.1, 152.6, ну примерно 153 грамма где-то. Думаю, все они весят. Все взвешивать смысла не имеет. Теперь измерю внутреннее сопротивление новой версии. Старая версия на 7500 мАч под отошиту имела внутреннее сопротивление 5 мОм и ток на разряд 10С. Реально же их сопротивление было от 5 до 5,3 мОм. У новых элементов под отошиту внутреннее сопротивление заявлено как 8 мОм, а разрядный ток от 5 до 10С, что в принципе то же самое по идее. Не терпится измерить внутреннее сопротивление этих элементов. Сопротивление щупов равно практически нулю. 9,32 мОм, 9,36 мОм, 8,92, 8,49, 8,67, 9,06 мОм. Реальное внутреннее сопротивление элементов в среднем от 8 до 9,6 мОм. Для того, чтобы сделать тест на емкость, нужно зарядить элементы. Сейчас они в средней точке. Кстати говоря, можно будет, зарядив элементы, измерить еще раз их внутреннее сопротивление. Я возьму вот эти вот два элемента. Насколько я помню, здесь было 8,5 мОм. Здесь было что-то около 9 мОм. 9,14 мОм. 8,5 и 9,14 мОм. Сейчас я подпаяю к ним провода, заряжу на зарядке и можно будет измерить внутреннее сопротивление заряженных элементов и разрядить элементы, измерить их емкость. Еще раз измерю внутреннее сопротивление, чтобы подписать элементы. 8,43, 9,07. Сейчас припаяю к ним провода. Использовать буду флюс и мощный паяльник. Так, нагрелся. Да, еще не прогрелся. Жало не так быстро прогревается. Жало не так быстро прогревается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Подключаю к зарядному устройству. Поставлю элементы на заряд. Ток 5 А. Как зарядится, сразу приступлю к разряду. Единственное, что нужно будет датчик температуры закрепить. И разряжать я буду по отдельности, потому что зарядка не может справиться с рассеянием больших мощностей на разряд. Поэтому сначала буду один разряжать, потом второй. Левый аккумулятор зарядился. Почти 3 Ач он взял. Измерю внутреннее сопротивление. Отсоединил один провод на всякий случай. Было 8,43 мОм. Сейчас он заряжен и его сопротивление практически не изменилось. Я считаю, что это погрешность прибора. 8,48 мОм. Было 8,43 мОм. Пока правый аккумулятор заряжается, я поставлю левый на разряд, чтобы не терять время. Разряжать буду током 40 А до 2,75 В. Еще не забыть, нужно прикрепить термодатчик. Термодатчик закреплю с помощью бумажного скотча. Отлично себя зарекомендовал. В таких вещах тоже. Термодатчик на всякий случай. Он измеряет, конечно же, не точно. Я буду замерять еще дополнительно инфракрасным термометром. Но термодатчик на всякий случай. Вдруг я прозеваю, чтобы зарядка, если что, отключила. Она отключит, когда элемент нагреется свыше 80 градусов. Сопротивление повыше. Поэтому, конечно, не стоило бы давать такой же ток, как и для тех на 7,5 Ач. У тех было 5-5,3 мОм. У этих, конечно, побольше. Ну, попробуем, что сделать. Ток, конечно же, не будет такой большой. Потому что я ограничил мощность, рассеиваемую зарядкой, 100 Вт. Чтобы зарядка не сгорела в очередной раз. Кстати, эта новая еще не горела. Я сразу же ограничил ток. Надеюсь, не сгорит. А старую нужно еще, конечно, поремонтировать. Температуру можно будет наблюдать вот здесь. 32 градуса. Уже растет 33. По мере того, как напряжение на аккумуляторе будет падать в процессе разряда, ток, естественно, будет возрастать. 3 Ач израсходовано. Элемент теплый. 44 градуса. 45. Неплохо. Очень даже неплохо. 4,5 Ач израсходовано. Элемент нагрелся. Не сказать, что он горячий, но заметно нагрелся. Продолжаем. Ток начал падать уже заметно. Температура 70 градусов. Даже 73. 75. Охренеть. Ну да. Да. Конечно же, такими токами не стоит их разряжать. Это слишком большие токи. При 8,5 мОмах. Элемент разрядился. Отдал 7334 мАч. Да. 8000 он, конечно, не отдал. Это немножко огорчает. Но с другой стороны, такие токи. Хотя в даташитах написано. 510C. Может быть это вранье? Все. Напишите в комментариях, бронье это, как вы думаете, или нет. Также разряд 40 Ампер, 2,75 Вольта. Датчик остывает потихонечку. Все, погнали. Элемент отдал 4 Ач. Ну, такой теплый. Как мне кажется, 53 градуса. 6,5 Ач израсходована. Температура. Ну да, неприятно держать в руках его. 70 градусов я видел. 73. 73 градуса. Да, неплохо, неплохо при таком токе. Ну, я бы не стал, конечно, их так. Разряжать такими токами, конечно же. Элемент разрядить за 18 с лишним минут. Капец. Сейчас посмотрим, сколько отдаст правый элемент. Правый элемент тоже разрядился. Отдал 7397 Ач. Чуть-чуть побольше. За 18 минут 38 секунд. Да. За такое время высадить элемент. Это, конечно... Причем, он это еще и выдержал. Ну да, долго держать не могу. Сейчас измерю внутреннее сопротивление. Кстати говоря, интересно, что с ними стало. 839. Сопротивление не меняется. Видите, элемент разряжен. 2,9 вольта показывает. А сопротивление его не поменялось. Химия, конечно, интересная. Что та на 7500. Возможно, это та же самая химия. Кстати говоря, сопротивление уменьшилось. Но, возможно, из-за того, что он горячий. Этот-то уже левый остыл. Сейчас подожду. Пусть остынет. И измерю еще. Кстати говоря, будет еще один мини-эксперимент. Так, в руке он будет быстрее остывать, мне кажется. Все. Думаю, что достаточно остыло. 8,7 миллион. Надо же. Сопротивление уменьшилось. Очень интересно. 8,7. Было 9,07. Можно посчитать энергоемкость элементов. Энергоемкость посчитывается довольно просто. 7,3 ампер часа. Умножаем на 3,7 вольта напряжение. Литий-НМС элементов. И делим на 150 грамм. 0,15 килограмм. Получаем 180-185 ватт-час на килограмм. Это, конечно, не выдающиеся результаты. Но, как показывает практика с теми элементами, которые я тестировал раньше. На 7,5 ампер час. У них очень большой ресурс по циклам. Пишите в комментариях, нужно ли делать тест 99 циклов. Если это видео наберет достаточно просмотров и лайков. Ну, я надеюсь, хотя бы несколько тысяч лайков наберет. То есть смысл заморачиваться с тестом 99 циклов. Потому что он очень трудозатратный. Поэтому, если это вам не интересно, то снимать это и тратить столько времени смысла никакого нет. Какой вывод можно сделать? Я считаю, что эти элементы за их цену около 7-6 долларов. Смотря какая партия, если напрямую заказывать. Эти пока еще не подорожали. Может быть, они также подорожают, как и белые. После моего видео. Но это я так шучу, конечно. Я думаю, что это не с этим связано. Но те белые подорожали жестко. Надеюсь, эти не подорожают. Привез я их немного. В принципе, если скооперироваться, можно привезти и много. Как показывает практика, отправить другие страны сейчас тоже не составляет труда. Почта вроде нормально работает, если наземным транспортом отправлять. На этом у меня все. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит лайки и делится моими видео в соцсетях. Это очень мотивирует на съемку. И мотивирует искать и заказывать новые интересные типы аккумуляторов. Что самое главное. Пишите в комментариях по поводу зеленой версии. Если это все вам интересно. И 99 циклов и зеленая версия этих элементов. Пишите это обязательно в комментариях. Желательно не одним, двумя, тремя словами. А лучше в комментариях писать, чтобы слов было 5-6 и более. Так алгоритмы YouTube лучше работают. Я очень надеюсь, что эта версия элементов вам тоже понравится. И это я увижу по обратной связи в видео в виде лайков, комментариев и просмотров. До новых встреч друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok